привет кто смотрит мой канал знают таня йога тича мы называем коротко там очень много видео с ней и ее подруга да это очень приятно очень приятно посмотрела ваши ролики благодаря а вы не были в индии интересная тема расскажите это что у меня скоро саши полетит в сибири и я тоже собиралась ну он в тюмень но я хотела хотела тоже снимра поначалу думала там немножко все переигралась и думали что я съезжу в акунева мы съездим вот но сейчас не получилось это только что оттуда да вот оттуда подарочки вала одна какая прелесть а в нем как раз того окунева иван чай собран и там терминтирован как-то как здорово спасибо большое виды вот прямо к моски ой спасибо точно акунёвский акунёвский да так что там на место силы чай здорово давайте присядем чай крафтовый один яблоко с колицей один клюква с апельсином и бадьяном а мне квас я возьму что такое крафт крафтовый крафт это ну как ремесло это самодеятельно что-то такое вот как хендмейт да да и мне тебя там не хватает интересно было сколько у нас было путешествий ездили в варанасе жалко не не приезжаешь я сейчас расскажу да что ты это это так удивительно встречать людей с которыми ты познакомился в индию встречается их в россии в москве вообще невероятно осторожно а как развлечить и едва больше облепиха это клюква люква пошли а ты апельсин с облепихой разве просила ты же яблоко с корицей просила что бог дал хорошо на камеру можно на камеру пошли вчера с подружкой в секонд-хенд на скидку ой как я люблю секонд-хенд ира заходим говорим у вас сегодня по 100 рублей они говорят бесплатно да ты что тут все так было занято только нам повезло раз мы только подошли и все освободилось я прямо чай называется крафтовый наверное наверное самодельный какой-то эксклюзивный ух ты а вот оно что смотрите данная малышку собрали натуральное вот это все замороженное на палочки замороженное поэтому они обычно чеи в теремке по рублей по 50 эти по 115 и наверное вот поэтому они такие эксклюзивные давай пожалуйста я сфоткаю чтобы заполнить и у меня буду рай а по холодному классу соскучилась давайте я давайте я вообще самая хорошая внимание марш снято смотри мы там серединочки все хорошо и подбородочков красивые конечно на своей камере могу отомолоть у меня фильтры фильтры так ну и что ты с этим секонд-хендом она вчера на бесплатный секонд-хенд нарвалась но это вообще атаку не за подружкой написано все поскольку заходим спрашиваем правда по 100 они говорят нет бесплатно и мы такие думали еще минут пять не верили думали что наверно она так но злится устала может быть от скидок от этих оказалось что им нужно съезжать срочно за один день прямо вот я не просто вот будем люди забирали не глядя или все-таки перебирали перебирали мы там себе взяли как ты здесь поживаешь москве расскажи мне я в москве жду вызова к моему мужу батюшки ну ка ну ка ну ка я что-то партий молилась молилась просила просила и мне бог дал а куда есть ли вызовок мужа значит он иностранец муж из другой страны вы потом расскажем документы долго делается поэтому сейчас не путешествую сижу а фамилия твоя а фамилия наша слишком известна а фамилия наша баррера баррера потрясающе мексиканский пор это не мексика это не мексика я буду твоих зрителей держать интрига как я говорю я прямо мастер интриг с утра говорю что я вам не скажу с кем я встречаюсь потом название раз пишу встреча с такой-то потрясающими я тебя молилась молилась и вешала на дерево желаний потом шелы на дерево и на даршанов красивые письма так можно я щас немножко подведу тогда как у него да вот ты ведь и ты ведь оттуда корнями да и зонска соседа и познакомились девяносто девяносто восьмом девятом году да да мы оказались в одной йога группе ну там йога была такая с медитациями с падхой со всем вы тоже йогой занимаетесь да я так периодически я постоянно чем-то занимаюсь ну процесс осознания он не остановим же правильно конечно это через йогу иногда через пронуривание бассейна иногда так по морю или еще что-нибудь вот и мы ездили в лагеря по местам силы у нас такая следовательская группа была в то время информации только начинала поступать это сейчас в интернете много всего и мы вот следовали у нас был как лидер группы такой да иван иван вот он такой был продвинутый адепт осознанности и он нами как руководит секунду подожди муж звонит это сюрприз он знал что мы сюда а чего а телефон девочки телефон у кого-то у кого телефон упал под стол давай давай ага иди иди ну я тоже не ожидала но видишь все все случается как-то по-другому он был в севастопольской гостинице он с утра уехал мы в садовод а он поехал севастопольскую бизнеса у него там свои вот и я ему сказала что у меня встреча с тобой будет видимо он решил завтра придешь купишь давайте про окунёва лучше да у него завтра его во все ты недавно она съездила посмотреть нашу молодость я поближе немножко к вам и чтобы мне было видно окно так красивее вы кем работаете ну вообще я дизайнер иллюстратор у меня очень много разных лечений по жизни поэтому я как бы сейчас немножко работаю над своим проектом в том числе хочу перейти по дому полностью ага путешественник потолграл и просто ну ты мне говорила что она ездит в акунёва да и группы туда возят да или нет она у нас там собираем туры которые проводят там цельный программ и так как человек просто вот многие наслышали да что это место такое интересное место силы да 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 земли и все дела можно просто приехать туда и попасть у него в принципе дает человеку по запросу кто на что настроен тот чаще всего то и получает а вот если как бы в туре в рамках тура получается едешь когда все организовано человек вообще получает не только по запросу вообще по максимуму то есть он получает и историю и легенды этого места и самую хорошую гостиницу уютную красивую а-ля эко вот и и работаю с психологом и с юго-тренером еще там у нас интересное такое место вот это вот то что я чай это привезла это мануфактура чайная мануфактура местная которая там собирают травы чаи и ферментируют их правильно и закатывают и продают еще интересный такой фан что еще в царские времена лекарь романов ездил специально в этих стадах сбором трав вот вычитала недавно вот потому что считал что вот именно там сочетание для солнечных пастурных дней какой-то оптимальный такой вариант когда в травах концентрируется максимальное количество полезных всяких веществ вот прямо вот отсюда вроде как бы тут богаче да все природа а там не все ли равно где сорвать эту траву да ну вот оказывается не все равно а на сколько дней эти туры раз уж сейчас заговорили о поездках что можно организованно туда съездить вот на сколько дней как все это происходит сколько раз году у нас сейчас вот недельный будет в августе и в туре выходного дня по три дня в пятницу суббота воскресенье это вот на самолете да летите ну прилетают все сами а уже программа там на месте то есть там встречают трансфер до Упанева потому что как бы сейчас у народа маленькие отпуска да 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 и чтобы вот максимум взять от места да и с людьми пообщаться и какие-то другой вариант когда ты человек отвязанный просто едешь там снимаешь жилье или в палатке живешь придаешься значит потоку времени да да здорово ну вы наверно вы наверно тогда оставите под этим видео свои данные или сейчас можете сказать как с вами связаться потому что некоторые люди они не очень любят в одиночку ездить им хочется как раз группе примкнуть как как у вас найти у вас может какая-то группа есть контакты у нас в инстаграме есть страничка ну покажите ссылочку да вот страничка вот это вот телефончик можно звонить все узнавать страничка инстаграм земля наш дом телефон плюс семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот сорок восемь девяносто четыре девяносто девять а вот это как раз реклама этого тура да да на обороте там ведущие 7 дней гармонизации вселенскими энергиями под руководством опытного психолога с 11 по 17 августа йога тур на главной чакре земли Дмитрий Богданов и Вячеслав Протасов В программе открывшаяся тайно обычной в прошлом деревеньке практики йоги с мягкими нетравматическим подходом дыхательная трансовая практика экскурсии по местам легенд деревни Акунёва мастер-класс по сбору и ферментированию иван-чая даже так вегетарианское питание купание в реке Тара и легендарных озёрах вечерняя баня и релакс с деревенской тишине за душевное общение на летней веранде ну хорошая да хорошая программа интересная да так что если кому интересно программа у нас очень сильные ведущие у нас ведущие группы очень опытный психолог вот причем он улавливает взаимосвязи в человеке ну как бы помогает ему вот в чем причины его проблемы сегодня здоровье или в отношениях или в неумении там что-то сделать со своей жизнью да и вот он через групповую работу через индивидуальную работу у нас а какие обычно группы собираются там 35 15 20 человек какие в среднем ну мы недавно только это все начали пока группы небольшие вот но максимум это 20 это максимум вот небольшие наверное лучше когда они эффективнее работа да еще в этом году посмотрим у нас там владелец гостиницы предложил такой вариант что там прямо на территории можно можно со своими палатками приехать а можно жить в доме вот каждый по своему кошельку выбирает и по тому как любит жить вот еще хочет поставить такой большой шатер палаточный где можно внутри разжечь огонь вот и там в таком пьюком пространстве ты вроде бы и на улице и в то же время давай кушай аааа как в Индию приехала да как и не уезжала как и не уезжала да как не уезжала да так здорово Саши long time did not see you да 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 2-3 года да давно не виделись да время так быстро бежит что да но я всегда расскажу так в общем мне бы мне бы хотелось узнать что за тайна в этом окунево я в русском кафе в бутапарте включали там видео и просто какие-то удивительные вещи об этом рассказывали вот вы как сколько раз вы там были во сколько вы там жили ну так вот ну это были в основном летние поездки ну такие я не помню ну наверное недели две максимум у нас было ну периодически туда приезжаем вот я там некоторые люди вообще туда переехали жить да а некоторые просто вот приезжают туда ну сезон сезон там читают расскажите вот тайну этой деревне что это историю да как это все случилось ну история такая достаточно длинная вот и и началась она в девяносто втором году для окунева а еще есть предыстория да началось с одной женщины раз морозит это латвийка и она свое время жила в германии получила там образование увлеклась теологией и теология это наука о боге да вот и почему-то вот и баба джинс ее именно приобрек да баба джинс это вот святой который считается воплощением шивы да и ко сне однажды он ей приснился и позвал ее и она как вы наверное баба джинс это вот гималайский бессмертный баба джинс которая вечно в молодом теле красивый да вот и она поехала в индию и приехала стала ученицей его ученика которые у которого она провела там что-то я не знаю сколько лет шесть семь восемь я не знаю в общем там она трудилась медитировала училась в общем в трудах провела в осознании медитация и вот в одну из медитаций ей пришло пришло осознание что ее интересия это принести свет в Россию вот нести свет в Россию и она поделилась своим учителем и он ей дал добро говорит езжай и дал ей задание вот найти храм некий храм который существовал там в древности а по многочисленным упоминаниям индийским да существует знание что древняя цивилизация существовала где-то там в Сибири да но они тогда так считали что где-то существовало и какое-то время она перекочетвала на полуостров Индостан то есть это древние арии которые там жили более 100 тысяч лет назад да и случилось что-то какой-то катаклизм 12 тысяч с половиной лет назад и ну похолодание там вот все дела и они значит ушли в более теплые страны но до этого существовал очень такой мощный центр который был и научным и духовным центром у которого была связь с космосом и вот он он сказал где-то там в Сибири вот ищи Сибирь как вы знаете больше многих стран европейских да и вот она такая одна женщина да маленькая чего может в мире ну а вот у нее прямо вот светилась внутри что она миссия несет и она поехала поехала она вместе а по-русски она вообще не умеет говорить не знаю как сейчас может немножко обучилась да вот а на тот момент она английский там знал наверное европейские языки наверное поехала она с подругой русскоязычной вот значит первое что их привлекло это название Омск Омск имеет свою часть звук да священный звук Омск ну ладно Омск Омска область тоже достаточно большой регион а потом еще другие какие-то географические названия в таблике речка Тара да богиня Тара да вообще удивительно потом в Тару втекает речушка по названию Кайласка 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 да вообще такой практически Филиал Индии да или наоборот район Индии Филиал Омска да Муромцево вот как раз у него там она будет в районе в Муромцевском а Муромцево районный центр да в Муромцево тоже там расшифровали что-то там с потоком света связано в общем там М1 обозначает Ом опять же Ом да ну они стали значит в библиотеках там читать в каких-то там письменах там все это вычитывать и в итоге вышли на археологов которые сказали что вот в Окунево археологи нашли место каких-то древних ритуалов ну она и поехала в Окунево приезжает обычная забытая богом деревня казалось бы хотя местные жители еще на протяжении многих времен отмечали там какие-то необычные явления а явления это были в виде каких-то световых шаров разноцветных иногда столбов света кто-то видел явления там в виде вообще там каких-то ну как будто древних исторических каких-то видений там много легенд то что видел и вот она приехала туда деревня такая вы знаете старая деревянные рубленные дома потемневшие там всего пять заезжих практически там не бывает рядом тайга рядом колоды какие-то вот места есть по местным преданиям какие-то ну куда местным вообще боятся ходить много деревьев скрученных как будто какая-то энергетика их покорежила вот есть места которые считаются вообще нельзя ходить потому что там можно не вернуться ну наверное были такие случаи да в общем она там приехала и сделала там ну стала проводить ритуал ритуалы своей бабаджи скей парати янги наверно я я хаман это была ежедневная такая вот она так стала жить в деревне никакой странной женщине пошел до нашей церкви церковь в некоторое напряжение с ней встала по отношению к ней было ей нелегко тяжело вот и через некоторое время она отправилась на тарский увал такой холм большой а как в древности это все считалось вернее говорят что тара вот сейчас она маленькая речка раньше это была полноводная река но размером как ганг я сравниваю с гангом вот и ее размеров на реке тара говорят вот эти увалы которые находятся достаточно отдаленно в общем-то большущая река в общем она на том месте поставила палатку и пять дней где-то она провела в посте в молитвах и вот на пятую ночь по-моему она ночью и ей было видение то есть вокруг вот эти вот световые явления все пошли необычная музыка красивенная вот и она это восприняла как знак что это вот именно то место действительно и есть и назвали назвали это место амкар амкар да амкар но она действительно такое возвышенное над всей другой местностью и после этого это место начали называть «пуком земли» вот то есть это как бы место именно вот нахождения того храма А в этом храме еще по преданию существует кристалл. Вот хотела спросить, а я слышала про какой-то то ли затопленный кристалл, то ли еще что-то, какой-то кристалл, расскажите. Вот этот храм считается неземного происхождения, что он якобы, не знаю, как на самом деле, мы же никто не знает, можем только догадываться по легендам, что его привезли с какой-то из планеты созвездия Сириус, и он служит связью с какими-то космическими энергиями, с какими-то, может, цивилизациями, не цивилизациями. В общем, у древних это был реальный какой-то транслятор, который и силу обеспечивал, и защиту обеспечивал, и был конкретно. А вот Сириус, племя Дагона, вот тоже Дагонов хранят в Африке знания, не читали случайно Друнвала Мельсиседека, «Цветок жизни», и вот они тоже прилетали с планеты Сириус, вырыли водоемы, туда запустили ведающее существо, по форме напоминающие дельфина, которые там обучали. Ну да, если все люди собрали... Видимо, да, Сириус, наверное, тут сильно продвинул нашу цивилизацию, да? Наверное. Получается, наверное, раз вот в многочисленных источниках это существует, что это проявить. Причем в этом диком племени, это там в какой-то пещере хранятся знания эти, написанные на скалах, и, по-моему, у Сириуса, оказывается, есть какой-то спутник, там он тысячу лет нарисован назад, а наши увидели только недавно его в этот телескоп Хаббл. Как интересно, да? Ну да. Ну да, я вас перебила, но про кристалл, да, очень интересно. Вот, и именно вот когда произошло вот это событие с похолоданием, когда цивилизация решила покинуть те места, наверное, этот кристалл был очень огромный, потому что по легенде его разделили на несколько частей и спрятали в разных местах. Вот, а один из кусочков этого кристалла, как считается, хранится в Шайтан-Музере, одной из пяти озер, да, вот, другие еще где-то, в общем, ну, разные есть версии, вот, может быть, под Амгаром какой-то один, но пока что никто еще не нашел, какие сведения я не слышала. Вот я еще что-то слышала, что с Сайбабой это немножко связано, да. А Сайбаба считается, что был одной из его предшествий на эту землю, он как раз был служителем этого храма, в котором этот был христалл. Ой, у меня аж мурашки по телу побежали, от пяток до макушки. Да, у меня тут. Да? Ой, удивительно вообще. Есть там ощущение совершенно словами не передать. Там локализуется несколько мест таких, ну, их называют места силы, как бы. Даже в деревне ребята проведут, да, как сталкеры вот по этим местам, чтобы вернуться из них и объяснять, что на этих местах находится. И они, каждый вот для своих задач предназначены. Одно место, оно мысли останавливает абсолютно. Мысли останавливает? Абсолютно. Абсолютное счастье безмыслия. Другое место там включает какие-то, как Сутистану у женщин, нижние центры. То есть девушки в деревне, вот, которые, ну, так, по услышке знали этот обряд, они перед тем, как замуж выйти, ходили, там, хороводы водили, ну, вот, чтобы напитаться вот этим энергиями. И там ряд таких мест очень интересных. И вот, куда на них попадаешь, это не передаваемое ощущение. Интересно. Интересно. Интересно очень. А вот на Амкаре сейчас, да, интересные события стали происходить, после этого, когда Арасма вот так вот все уже поняла, осознала. Кстати, у нее второе имя есть духовное, Раджани. И вот там вот в Бабаджийском храме, вот еще в Индии, в Италии. И, ну, после этого она там построила гунью, ну, то есть это вот место для ритуала в Бабаджийских. Да. И один из, это был 92-й год. Вот считается этот год, как бы, открытие Мухунева для нашей эры. А в 93-м году один из предпринимателей поставил там шестигранную часовню, которая, как бы, символизирует наличие кристалла в тех местах. Вот, после того, как поставили часовню, наша церковь переполошилась, православная, как же так? И, ну, чуть ли там не конфликт, какой-то там такой затяжной напряженной отношения были. Значит, церковь приехала туда же, поставила свой крест. Мы тоже тут, типа, вот, после этого, после этого включились еще одни, еще одно направление, так скажем. Есть у нас там еще и Александр Хиневич, который возрождает древние, древние эти, славянские традиции. Да, традиции, то есть он, говорит, рунические письмена расшифровал. Но не по ним, вместе слияние, как раз, где стоит сейчас Омск, была страна Беловозь. И вот там жили древние арии, вот, и как раз, вот, как раз, вот, он тоже поддержал вот эту вот мысль, с которой Расма приехала, да, что вот там цивилизация была, да, и что она потом перекочевала в Индию со своими ведами, знаниями. Даже вот какие-то древнеиндийские, вот эти вот, то, что рассказано у них, вот, легенды, да, индийские, да, и можно даже аналогию провести, что это было действительно в тех местах. Вот. И Хиневич поставил там шести, да, коловорот свой, свастиковый, восьмилучевую свастику, вот. Потом туда подтянулись кришнаиты, с, это, с этим саи, там тоже все, в общем, психологи, астрологи, маги, экстрасенсы. И в итоге-то, вроде как, сначала началось напряжение, да, а теперь все существуют там в каком-то вот единстве, в понимании. Даже вот праздники ежегодно там проходят, когда символизируют, ну, на Варатре, например, да, праздник Духовной Матери, и это объединение всех аватаров на Земле, да, божественных. Девять ночей, да, Девять ночей Божественной Матери. Да. Вот. И, в общем-то, теперь уже никаких напрягов нету. Это вот какой-то единый духовный центр. И люди там приезжают, они вот настолько чувствуют связь с самим собой, с чем-то божественным. Вот какое-то и расслабление, в то же время какая-то собранность. Ну, у всех, конечно, по-разному. Есть там и люди, которые живут неосознанно, ну, и все-таки, которые там... Ну, по праву рождения, как бы, да, наверное, что они там родились, вот и живут там. Нет, есть даже люди вроде как духовные, да, приезжают. Ну, особенно, кто начинает там жить не сезонно, а постоянно, да. Ну, там, зимой там не очень, как бы, грустно. А вот мне там, там как раз очень духовного народа очень много подтягивается. Ну, я смотрю иногда видео из... оттуда. И, ну, как-то вот, правда, когда зимой, она такая скучная деревня, даже с дрона ее снимали, простая обычная деревня, да? Вот мне бы там скучно было зимой жить. Вы там жили зимой, нет? Нет, я зимой не была. Ну, я могу представить, что это такое, вот, потому что быт там достаточно необустроенный, деревенский такой. Там даже, ну, дороги такие, вот, грунтовые, скажем так. Ну, да, да. У меня просто детство прошло в деревне, в похожей, поэтому, вот, ну, мне туда, в свою деревню возвращаться не хочется в Горьковской области. Думаю, ну, вот она немножко похожа, но все-таки духовность ее преображает, значит. Да, там осталось только треть местных жителей. Две трети – это уже приезжие. Либо люди, которые сезонно приезжают. А летний сезон. А ты зимой там жила? Я была там зимой. Ну, и как там? Ну, мне понравилось. Долго была, нет? Я, наверное, несколько дней там была. Там такая есть девочка глухонемая, женщина уже. Так интересно, у нее родители были по Бловацкой. Занимались, тоже притянули свои силы, потому что они. Муж? Как ты, интересно, с ним разговариваешь. Мими, ми, дарлин, как я со своим. На каком языке, да? Ну, я думаю, они на английском. Ладно, ладно, отворачиваемся. Понятно. Куда вы, Инди, вы собираетесь? Я посмотрела ваши ролики. Ну, и что, испугались? Нет, мне ощущение, что я там уже побывала. Диких-диких обезьян. Ну, не знаю, вот пока у меня желание как-то реализоваться здесь. Вот, а потом в перспективе, да, мне интересно. То есть я недавно прошла, как бы осознала свою миссию, да. И вот в рамках какой-то миссии сначала я вообще не поняла, как это вообще увязать с нашей жизнью. Вот, и где-то в год целый пребывала в каком-то, в какой-то прострации, в ауте, что же вообще мне с этим делать. А как это происходит? Осознание своей мести, это внезапно? Нет, ну, у каждого по разному, да, например, раз мы пришла, это по медитации. А у меня пришло это вместе, ну, на определенное, это, ну, как это сказать, сессия по миссии с психологом, с таким грамотным. А где у тебя курточка? А, без молока ему дали. А где твоя курточка? Where is your jacket? А, хорошо. Молока не дали. Она выглядит застрессованной, она говорит, потому что, потому что, говорит, Москва, говорит, в Патапарте ты всегда улыбалась. Мы остаемся в Москве только пять дней. В Делии два-три дня недолго стараемся быть. В Бангалоре тоже один. В Чинай, мало-мало. В Патапарте и вот север, там, где Далай-Лама, Решикеш, вот все дни, те места, да, Варанасе. Мы любим долго находиться. А в больших городах мало. В Бангалоре все релаксит. А, она говорит, выглядит счастливой. Потому что ее жизнь сейчас изменилась, она женится, и она должна делать много, много разных акшенов. Я надеюсь, что не так долго, что ты будешь хорошо. Ну, зато Арейра ты теперь. Барера. Барера. Как красиво. А мне так лень менять фамилию. У него красивая фамилия. Но я на фамилии первого мужа так и осталась. Хорошо не гонит со своей фамилией. А какая у вас же фамилия? А какая у вас же фамилия? Бахатнагар. 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 Бахатнагар, да. Ну, красиво. Нагар – это город Пахинди. Пахинди – город, значит. Все документы менять, это, конечно. Да, это муторно. Мне пока неохота. Потом, может, будет много свободного времени. Куда ты поедешь в этот тур? Я учителя жду в августе. Приедет Шипендулахири. Помнишь, мы ездили? Лахири Махасая, внук этот? Да, да. Он в августе будет. На ретрит поедем к нему, расслабимся. А он здесь, да, устраивает ретриты? Да, он приезжает раз в год примерно. Но я тоже, наверное, последние разы. Он старый. Мы как раз ездили в Варанасе с ней. Всего мы старые ездили. К внуку Лахири Махасая. Но мы, правда, с Сашей там чем-то другим занялись своими делами. Так мы к нему и не попали. Но в его шраме побывали, а самого не видели. А Танюшка его ученица. Муж отвлек. Муж отвлек, да? Муж отвлек. Он мне звонит несколько раз в день. Вот все-таки южные мужчины, это, конечно, умеют, умеют женщин держать по себе. Проверяет, про любовь рассказывает. Какая я красивая всегда. Говорит, это так приятно. Так приятно. А мы говорили про Окунево. Зимой я там была. И много очень историй. Действительно, какое-то пространство другое. Его сравнивают с кто был на Кайласе, на горе. Вот такое разряженное какое-то пространство. И вот в этой разряженности мысль, она материальнее становится. И вот просто даже, думаю, сейчас пойду вот там встречу Севадала. Как вот Сева, да, тогда слушаю храм. Да? Вот. Думаю, надо зайти к нему, что-то спросить. Иду по улице к нему, никого. О, зима, там ночь, луна. Он мне навстречу. Ну, как просто вот яркие такие восприятия. То же самое в Индии всегда происходит. О чем не успеешь подумать, это происходит, случается. У меня вот это сейчас перетащилось за мной даже в Россию. Что не подумаю, о ком не подумаю. Человек звонит, что-то хочу, это появляется. Кроме цветастой куртки, за которой мы сегодня поехали на садовод. Я купила два ведра покупок, но цветастую куртку так и не нашли. Что там на садоводе интересное? Тряпочки. Тряпочки. Девочки шопятся, любят. Да. Но все равно же мы девочки. Я люблю и в Индии очень люблю шопиться. Я снимать шопинг люблю. Я вот колечки усашила. Да, и он на встрече. Да. Клички колечки. Вот. Очень, очень, очень приятно было встретиться с Танечкой. Наконец-то. Мы не первый раз приезжаем в Москву и созваниваемся с ней, но она всегда very busy woman. Очень занятая женщина. Я работала, потому что замуж выходила, там очень тяжелая. У меня очень насыщенный период был. Да. А сейчас он свободный. Ну, сейчас. Теперь вышла, можно и расслабить. Выдыхай, бобер. Так что пишите письма свои, и все получится. Да, да. Главное, хорошо знать, что тебе надо. Ну, я как вспомню, ты знаешь, да, про дерево желаний, да, что там есть калфаврикшем дерево, путапартия. Во все, что повесишь, во все, что попросишь, то, что во благо, тебе быстро, очень быстро случается и дают. И Танюшка, мы с ней сходили, повесили письма. На следующий день она прибегает, запыхавшись. Ира, побежали на дерево желаний. Я говорю, зачем? Письмо сниму. Я передумала. Поздно. Да, да, да. Будьте осторожны, свои желания. Вот это очень важно, очень важно, да. Да, бывает, как я визу получала, никому не давали, там, что-то мне дали еще на больше срок, чем больше непальская, помнишь, история. Много таких случаев. Ну, мне тоже, мне очень много рассказывают случаев. Люди, которые там 11 лет у них не было детей, они мне потом пишут, Ира, у нас родился ребенок. Вот отправили письмо и все, вот у нас вот прям буквально вчера ребеночек появился. Кто-то не мог грин-карту получить, кто-то еще что. Говорит, такие ситуации, не сдвигаемые, вдруг начали шевелиться. Но самое интересное, даже те, кто просто думает об этом, думает, допустим, о Кальповрикшем или о чем-то таком, и вселенная все равно, она живая, она все слышит, она отвечает, говорит, мы просто садимся и начинаем писать письмо, просто не отправляя никуда, и начинает сдвигаться. Так что, может быть, наша мысль настолько волшебная палочка, что она творит чудеса в нашей жизни. Да? Надо мечтать, да? Да. И мечтать правильно. Правильно, знать, кто это. Глобально. Да. Не по мелочам, а глобальным выстраиванием. Счастье, а уже как оно? А, к счастью, колечки и цветастая гурточка. С любовью. Не видно, да? Это вот так, если дышать, то я буду сильно гореть. Нет, нет, прошу Богу. Смотрите, да. Ага, нет, прошу Богу. Что у нас получилось? Да. Я боюсь. Ага. Да. Ага. Замечательно. Ой, а что ты глаза-то закатила? Мы ждали. Отлично. О, здорово. Хорошо, да. Все хорошо получилось. Ира такая фотогеничная. Ой, смотри, как классно. Ой, как много. Много, не мало. Да, это точно. Хорошо, что получилось хоть что-то. Вот. Очень рада, Танюшка, что ты пришла, что ты позвонила. Пойду, пойду. Пожалуйста, что я теперь в Индию не смогу ездить. Далековато это все. Ага. Ну, кто знает, все будет от Бога. Пока не сможешь, может потом и сможешь. Все меняется. Окей, давайте тогда завтра до встречи. О, Львия, она умерла. Ой, папа. Приятно познакомиться. Да, приятно познакомиться. Тоже было взаимно. Приходите завтра. Еще с единомышленниками познакомитесь. И, может быть, кого-то найдете как раз, кто мечтает поехать в ваш тур. Да. И как раз... Все, девчонки. Здрасте. Куда ты теперь от меня денешься? На семь жизней завязался со мной. Да. Бай-бай, говорит. Ты что, удумал? Ну, все. До завтра, Ильишка. Пока-пока. Ой. Ой. Хорошо. Спасибо большое. Все, счастливо, девчонки. До завтра.